Рабинии с центра площади Ушакова нужно пересадить. Такое мнение на заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Севастополя выразил его председатель Вячеслав Горелов. По словам депутата, молодые рабинии, которые появились на клумбе вместо РОС, не просто меняют образ площади как единого архитектурного ансамбля, но и могут быть опасны для автомобильного движения. Напомним, об этой проблеме мы рассказывали в эфире нашего телеканала. Негативное мнение по поводу такого дендрологического решения выражали не только депутаты и представители архитектурного сообщества, но и сопредседатель Севастопольского штаба ОНФ. По словам Вячеслава Горелова, до заседания рабочей группы по реконструкции Большой Морской члены постоянного комитета по градостроительству направят письмо с просьбой пересадить деревья. Сегодня утром мне позвонили, сообщили о том, что вокруг этих деревьев уже укладывается плитка. Я думаю, это преждевременное решение. Мне кажется, что деревья необходимо пересаживать оттуда. А на этой клумбе посадить, как обычно, там росли розы, но вот розы там нужно оставлять. Вообще, мне кажется, что любые такие интервенции в среду городскую, они должны быть очень аккуратными. А вообще, лучше всего не менять то, к чему севастопольцы привыкли в отношении растений, в отношении зеленых насаждений. Мы привыкли видеть розы на наших клумбах. Вячеслав Горелов считает, авторы проекта не учли, что со временем деревья приобретут густую крону и закроют вид на матросский клуб. По мнению депутата, в Севастополе можно найти множество вариантов, где такие зеленые насаждения смотрелись бы гораздо лучше и уместнее. Продолжение следует...